мягенькие до сих пор вне зависимости от их возраста потому что при правильной жизнедеятельности и соответственно метаболизме сохраняется гибкость всего что есть теле соответственно кожа становится невероятно красиво поэтому девочки мои дорогие не на хирургический стол надо бежать или болотокс гиалуроновую кислоту которая на самом деле высасывает вытягивает жидкость из близлежащих тканей и напитывает то куда собственно в колод этот гиалурон поэтому будьте аккуратны будьте внимательны работаем расслаблением как мы расслабляемся дело в том что в силу того что у нас в органах сожалению нет иннервации кожи еще меньше достается иннервации и расслабить организм через кожу иногда бывает сложно то есть нужно методично из месяца в месяц из года в год подбираться полному расслаблению организма делается это очень просто я знаю что буквально в каждой семье на интуитивном уровне делают деткам такой массаж когда ребенок кладет ложится или взрослый человек вообще разницы нет никакой человек ложится и мы ладошками разогревая их предварительно трение очень важно вот так как я показала вот так это неправильно чтобы ладони имели потенциал мы должны в одну сторону их разогревать вот так потому что если сделано вот так и потом вот так да это ну то есть в разные стороны мы трём вот так ручками мы обновляем тем самым соответственно потенциал в руках а если мы все время либо в одну сторону да ну как бы в любую неважно какую вот так или вот так да мы придаем определенный потенциал смотрите какой фокус в чем здесь фокус давайте разбираться дело в том что трение создают тепло ну вот потрите руками да вы сразу чувствуете тепло а что такое тепло тепло это потенциал это энергия то есть чтобы не обнулять вот смотрите в эту сторону например плюс в обратную сторону минус если тереть постоянно вот так значит потенциал который здесь будет он в холостую выплескивается его его в руках не будет поэтому когда вы трете руки или какое-либо тело другого человека для его оздоровления для пробуждения важных волшебных способностей то тереть нужно в одну сторону либо вот так либо вот так для того чтобы разогреть руки то есть все массажисты которые работают если они хотят или висцеральщики или мануальщики если вы хотите исцелять людей или люди которые работают в исцелении энергетикой и вы прикасаетесь до исцеления к другим людям вот так тереть руки или вообще что-то с ними вот так делать в разные стороны это не рабочий материал так это не работает трение должно быть в одном в одном или вот так да в одну сторону не имеет значения то есть не должно быть противодействия и тогда ваши руки они будут нести потенциал вашей силы и прикасаясь другому человеку вы сможете исцелять так вот когда вы разогрели ручки пошел потенциал вашим рукам перед вами лежит человек которого надо исцелять ему в одну сторону разогреваем руки я надеюсь что это понятно да то есть но в любую либо вверх либо вот так низ для того чтобы не обнулять потенциал в руках вот перед вами лежит человек которого вы хотите оздоровить и вы понимаете что кожи даже не обязательно вплотную прикасаться это настолько поверхностное прикосновение когда вот у нас есть но не волосики а даже вот этот бархатный пушочек который поверхностный он еле уловимый глазками его практически не видно и когда вы гладите по человеку это должно быть настолько легкое нежное прикосновение чтобы его кожа даже еле-еле чувствовала фактически вы по поверхностным вот этим пушковым волосиком гладите соответственно вот так гладится все тело не вот не трением туда-сюда а в одну сторону все тело гладится без обнуления это не значит что ну вот например человек то и вы гладите туда-сюда для сюда нет все время в одну сторону его гладите для того чтобы потенциал который вы закладывать руками в противодействие движение которое противодействует первому не внулялся потенциал то есть вы все время гладите в одну сторону и вот эти нежные абсолютно еле-еле уловимые поглаживания они способны расслабить на очень глубоком уровне ребеночка особенно начинайте с детей своих потому что у них еще организм способен воспринимать тонкие воздействия человек чем старше становится тем больше зажимов потому что вот я знаю очень много людей которые не любят массаж они говорят я не люблю прикосновение мне не нравится они любят потому что и так сильно перенапряженный организм а когда прикасаешься вот так вот поверхностно но это должно быть глубокое доверие потому что расслабиться полностью с незнакомым человеком если это массажист дальше или кто-то из профессионалов сложновато а вот близкий человек это не такой глубокий метод для того чтобы ему там где-то в университетах учиться это метод который помогает дома оздоравливать друг друга то есть мы прикасаемся друг другу настолько поверхностно еле-еле уловимо для того чтобы тело расслабилось и вот этот момент нужно человеку позволить расслабиться не надо с ним разговаривать приглушенный свет для того чтобы тело расслабившись ушло в глубокий сон если мы говорим об исцелении именно я понимаю что автономы это люди которые уходят от сна потому что идет депривация сна это понятно но раз мы говорим об исцелении то данном случае либо глубокое глубокое очень глубокое расслабление без сна либо естественно с продолжением сон потому что иногда бывает так что те зажимы которые есть они должны отработаться и если они будут отрабатываться через фиксированное сознание бытности то есть человек здесь и сейчас могут пойти судороги в моем 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 опыте такое было когда ты легонечко легонечко с человеком работаешь прикасаешься еле-еле а у человека на фоне глубокого зажима пошли судороги ног то есть настолько глубоко сидели зажимы что при расслаблении моторика тела включилась активно поэтому естественно и не нужно тормозить эти состояния а позволить прикасаться конечно в этом разделе относительно кожи невозможно все рассказать на одном вебинаре на одном стриме я конечно расскажу максимум того что я знаю но кто уловит то сможет вот конечно и применит естественно когда мы касаемся вопроса применения массажа здесь нельзя не вспомнить литотерапии я обещала что я буду приходить к вам иногда какие-то элементы литотерапии рассказы потенциал рук это хорошо потому что когда вы касаетесь другого человека вы прикасаетесь с определенным чувством мыслью идеи то есть вы создаете вектор направленности вашего потенциал то есть вы задаете влияние определенное на человека но есть безусловное влияние которое оказывают кристаллы кристалл это основа основ литотерапии и мы знаем что сейчас кристаллами многие работают эти кристаллы носят не всегда позитивный характер потому что люди к сожалению не понимают что между пациентами нужно кристаллы очищать энергоинформационно чтобы не перенести одно заболевание с человека на другого человека но в целом будем говорить о том как мы сами себя можем исцелять почему сейчас литотерапия не дает такого колоссального колоссальной пользы и проявленного какого-то невероятного эффекта почему это так дело то что нет понимания какой кристалл с чем с какой функцией работает и зачастую берут кристаллы просто раскладывать на теле и говорят человеку чувствую на самом деле кристалл да он может нести потенциал может давать или иные способности возможности но мало того что люди не понимают куда их раскладывать эти кристаллы а вторых они забывают что кристалл статичном положении дает миллионную долю от того что он может дать при трении мы с вами вот с чего начали да с чего я начала рассказывать я начала рассказывать что трение рождает тепло тепло это энергия это новодельное слово правильное слово это потенциал у нас было огромное количество потенциала до того как у нас убрали тривию тривия это книга это запись тривиальных решений которые помогали простраивать этот мир соответственно нам внедрили науку еще в девятнадцатом веке совсем недавно и получается что сейчас к сожалению не объясняется как можно так воздействует на тело кристаллом чтобы этот чтобы организм железа и орган воспряли мы знаем что сейчас существует огромное количество направления относительно акупунктуры меридианного массажа это все прекрасно я в этом выступлении касаться этого вопроса не буду потому что во первых там очень много лжи в пяти минутах я это не расскажу но в целом могу сказать что так бунтура которая представлена китайско подданных там 1600 точек их слишком мало на самом деле и более двух тысяч и все они обусловлены и все они на самом месте не просто так и представлены в организме определенными энергосвязями поэтому конечно в этом выступлении не имеет смысла начинать эту тему но в целом я скажу что огромное количество кристаллов о которых я сегодня буду говорить ну как минимум 24 кристалла которые способны нести определенные потенциалы нести проявленные функции проекции органов и желез на теле почему я говорю что органы и железа на теле дело в том что нам говорят что например ну что взять поджелудочная железа да что она работает с инсулином и все что у нас относительно углеводов это работа нашей поджелудочной железы да это так но любая железа в том числе поджелудочная железа находясь солнечном сплетении она способна такие метаморфозы на гормональном уровне произвести в организме человека что он обретет новые способности и возможности и проекции на коже органов и желез мы особенно чутко должны работать кристаллами что значит проекция то есть мы берем кладем человека или становимся перед зеркалом находим проекцию того органа который нам интересен который мы хотим преобразить простимулировать на определенную работу потому что у нас сейчас на аорте огромное количество желез которое никак в медицине не объясняется у нас функции например печени хоть они и у многогранно описаны в медицине но это миллионная доля от того что делает печень потому что у нас на самом деле гепатоцентрическая форма жизни то есть у нас структурная единица печени это гепатоцит и печень не сердце а печень самое главное у нас в организме соответственно получается если мы работаем с почками печенью сердцем всеми железами особенно головного мозга мы можем настолько преобразить свой организм чтобы мы что мы сможем обрести способности возможности которые нас дремали доселе по итогу получается что те кристаллы которые я сейчас озвучу они сейчас да в общем доступе есть и они не все считаются драгоценными какие-то считаются поделочными камнями какие-то считаются просто для красоты да чуть ли не булыжниками есть и драгоценные камни кристаллы но в целом их работы заключается в том что мы находим проекцию органа и железы и начинаем тем самым трением создавать потенциал то есть это все то же самое как с телом человека то есть мы берем кристалл и воздействуя вот мы например понимаем что у нас вот печень да где она находится соответственно правом подреберье на мы находим проекцию печени она у взрослого человека в зависимости от пола может варьироваться там в граммах килограммах но порядка двух килограммов печень то есть мы находим например печень которая у нас идет вот сразу в подреберье через соответственно всю висцеральную полость вот вы идете и начинаете этим трением создавать тепло то есть это не значит что нужно глубоко проходить кристаллов но это нужно делать так чтобы кожа чувствовала и натяжение и напряжение и тепло то есть вы начинаете вводить кристаллам для того чтобы воздействовать этим кристаллам и вызвать трение и какое трение да вы должны почувствовать где у вас есть граница потому что иногда бывает на фоне нашей обрыдлой жизни когда к сожалению мы все как загнанные лошади скачем по своим делам и в конце дня обессиленные засыпаем или там может быть занимаемся еще какими-то делами то есть у нас приглушена чувствительность на фоне нашей жизнедеятельности и можно не почувствовать когда будет сильный прилив потенциала и достигнет критической нормы и человек продолжит работать и потом может вызваться максимальное очищение ведь мы хотим чтобы у нас при приливе энергии и потенциала возникал состояние эйфории у нас сразу там третий глаз открывался еще что-то но чаще всего на начальном уровне организм начинает чиститься то за понос то золотуха то еще какие-то выделения то кожа покрывается пятнами или сыпью еще что-то человек испугавшись он останавливается но это первая фаза взаимодействия по-доброму по-хорошему со своим организм потому что если организм не пройдет фазу очищения в том числе от токсинов и от паразитов то можно сказать что дальше развития не будет первая стадия взаимодействия со своим организмом через трение через холистический массаж через воздействие нежное вот прикосновение до которое я уже говорил